Эдвард Закирович, на ваш взгляд, вообще будущее российской, включая тюменскую экономику, сейчас где создается? Кто ее создает? Мы с вами. Вот даже сегодня, сидя с вами в студии, когда мы обсуждаем эту тему, мы, по сути, это будущее и создаем. Когда мы с вами обозначаем точки роста, обращаем внимание сообщества, всего сообщества, что важно. А что сегодня важно? Один из главных ценностей Советского Союза и Российской Федерации – это были люди, кадры, человеческий капитал. У нас было одно из лучших в мире во всем образовании. Наши инженеры работали по всему миру, строили дороги, атомные станции и так далее. Возврат к тому, что активно нужно вкладываться через капитал – это наиважнейшая задача. Что обеспечит нам прорыв? Наши же кадры. Для этого мы, в силу того, что мы предприниматели, мы создаем треки в обличении, профориентации, обучение, эффективному старту в предпринимательстве. Вот то, что мы делаем сегодня в нашей программе, более 20 программ в школах, в университетах, и обеспечит нам прорыв через 5-10 лет. Ну вот мы к университетам еще вернемся, а сейчас мне вот бы какую тему хотелось затронуть. Но не секрет, что Россию многие в мире, да и у нас очень многие эксперты считают страной, которая сидит на ресурсах, на нефтяной где, по-другому. Одни считают это даром, другие считают это проклятием. Вы какой точки зрения придерживаетесь? Посмотрите, Андрей, нефть – ресурс. Чтобы его добыть, просто его добыть, нужен интеллект. Он же не просто лежит. Мы же добывали много лет. И в том числе благодаря этому у нас очень большой интеллект в развитии инженерии, химии, физики и так далее. Если для других это просто нефть, то для нас это двойное благо. Первое – как ресурс, а второе – стимул к интеллектуальному развитию общества. Однозначно это большой плюс для нашей страны. То есть это дар? Конечно. А мы им воспользовались в полной мере? Нет, не в поле. Вот здесь у нас как раз-таки потенциал роста. Поле для деятельств просто колоссальное. Глубокая переработка, нефтегазохимия, система образования. Ведь мы же не просто сами у себя его делаем. Как вы знаете, в мире много стран, где происходит нефтегазодобыча. А вот нефтесервис, когда все это еще обслуживается, производство комплектующих материалов для этого нефтесервиса. Люди, которые это обеспечивают. У нас есть компании, специалисты которых обучают в те же африканские страны, страны Ближнего Востока, правильно обслуживать эти нефтегазодобывающие, месторождения и так далее. Вот это вот наш потенциал, который нужно продолжать развивать. Еще один вопрос. Вот если обратиться, говорится, к антуражу нашей студии. Вот предпринимательство – это дерево, которое нужно поливать постоянно? Или это нечто такое дикое, что вырастет и само? Вот почему сегодня экономика РФ находится не на том уровне, где должна находиться? Только вот по одной банальной причине, что мы еще очень молодые, и предпринимательство в большей степени выросло, как получилось. Мы только последние годы стали системно говорить и действовать, относиться к предпринимательству, к культуре. Да, и системно нужно создавать эти экосистемы, их регулярно поливать, для того, чтобы достичь желаемых результатов. Потенциал предпринимательства сегодня РФ, я думаю, что реализуется один в десяти. У нас огромный потенциал в направлении. Вот мы уже начали говорить об университетах. То есть я так понимаю, что совсем недавно вы прорыв, можно сказать, сделали с Тюменским госуниверситетом, поскольку на отделение предпринимательства начинали с нескольких десятков, я так понимаю, сейчас уже почти 350 человек, да? Это много или мало, на ваш взгляд? И все ли они станут предпринимателем? Да, всего два года назад на первый наш электив записались 28 человек. В этом году совокупно на два семестра у нас записалось больше 700 человек. Это очень много. Мы не предполагали, что мы так быстро будем востребованы. А то, что мы должны и будем востребованы, да, мы точно знали. Но, честно говоря, не предполагали, что так быстро станем популярны. Сегодня у нас много кейсов, когда люди из других элективов просятся к нам перейти. У нас в аудитории все, не умещает аудитория, сколько желающих у нас есть. На занятия приходит больше ста человек одновременно. Готовы сидеть на подоконниках, стоять, лишь быть нашей аудиторией. Правильно это или неправильно? Второй вопрос. Есть такое понятие воронка продаж. Сегодня, в силу того, что главная задача все-таки кафедры является первостепенной, это профориентация. Чтобы наши ребята, которые определяли для себя траекторию предпринимательства, обязательно получили успех, нужно две задачи решить. Первое, показать тем, кто не планировал заниматься предпринимательством, что до этого у них получится, а у тех, которых не должно получиться, чтобы здесь попробовав дать ответ, что, ой, слушайте, ребята, лучше вам это не заходить. Чтобы не было, как сегодня, к сожалению, выживаемость 5%. А что такое 5%? Из 100 человек... Скажите, а вот эта цифра, она как соотносится с теми цифрами, которые есть на Западе, к которым вы говорите, о них уже опыт предпринимательства сотнями лет исчисляется? Непрерывного. Эффективность вступления в бизнес в Германии, в Австрию, в США в 5-6 раз выше. 5-6 раз выше. Почему? Потому что есть история, во-первых, предпринимательства. У нас, не забывайте, у нас всего 30 лет этой истории. А во-вторых, есть совершенно другой подход. Подготовки, стимулирование и отношения со стороны государства и общества к предпринимателю. А наша задача сегодня... Что такое 5%? Это когда 95 человек обанкротились, разорились, имели большие проблемы. Наша задача так профориентировать ребят, чтобы приходили те, у которых есть потенциал к этому. И для этого нужна воронка, чтобы как можно больше вовлекались в траекторию учебного пространства, кафедры предпринимательства, попробовали себя в роли предпринимать, пообщались с предпринимателями, попробовали генерить и открывать, потренировались в спортзале, а потом уже приступали к реализации. Вот это первая задача. А вторая, уже те ребят, которые все-таки для себя определяют, убедятся, что у них получится, чтобы могли получить на старте максимальную поддержку. Во-первых, со стороны бизнес-сообщества, потому что 80% поддержки находятся внутри сообщества. А во-вторых, со стороны государства. Эдуард Закирович, а кто преподает? Наши предприниматели. Все преподаватели сегодня... То есть практики все? Да, все практики и некоторые чиновники, которые имеют отношение к предпринимательству. У нас записались преподавать и преподают советник губернатора Ольга Язикеева, директор департамента инвестиционной политики и господдержки Антон Машуков. Кстати, выступление Антона Машукова прямо на ура, ребята, приняли. Прямо вот очень много полезных вещей, инсайтов дал Антон Машуков. Андрей Пантелеев, замгубернатор Тюменской области. И более того, я планирую вовлекать в учебные процессы всех именитых гостей, кто будет приезжать в Тюменскую область, все будут преподавать на нашей кафедре. То есть наши ребята будут иметь возможность максимально более содержательно получать информацию для старта, предмайского старта и реализации своей идеи. Но вот еще одна из тем, которую вы поднимаете в опоре России, это сотрудничество с представителями стран ШОС и Евразийской экономической комиссии. Это зачем и какую роль в этом во всем Тюменце играет? Смотрите, те предприятия, которые, начиная свою деятельность, не планируют в своем горизонте, о чем мы говорили, 10 лет и так далее, выход на внешние рынки, к сожалению, будут конкуренцией такой придавленной. Так вот, с самого начала мы хотели бы, чтобы они учились, проектировали свою перспективу на работу с компаниями из других стран и на работу на внешних рынках. Для этого нужно, чтобы у них были коммуникативные площадки. Поэтому на наших форумах будут отдельные площадки со странами, где точно так же активно развивается предпринимательство. Это, как минимум, страны СНГ, страны Евразийского союза и страны ШОС. И мы от идеи перешли уже к делу, договорились с нашими коллегами, с Росмолодежь, ШОС. А на прошлой неделе я был на встрече Евразийской комиссии о том, чтобы на наших форумах уже начинали мы создавать наши коммуникативные площадки между молодыми предпринимателями всех этих стран. А их уже больше 25, которые могут уже приехать на СУП уже в этом 2021 году. То есть у нас главное предпринимательское мероприятие в этом году будет «Слёт успешных предпринимателей». Он, кстати говоря, где пройдёт? Он у нас последние 8 лет. Главное предпринимательское мероприятие в Российской Федерации является СУП. Он у нас пройдёт здесь же, в Тюмени. Тюмень уже знает... Месяца определено? Да, мы планируем её сделать в черте города, на набережной. Использовать все локации, близкие к набережной. Это контора пароходства, это нефтяник. И будет застройка, специальная застройка, поскольку планируется полторы-две тысячи гостей. Из них порядка 300 мы ожидаем гостей из других стран мира. То есть вы считаете, что к этому времени границы всё будут открыты? И все мы можем друг с другом общаться без проблем. Вы знаете, одна из главных задач – всегда быть готовым. Но если не откроют, мы будем готовы к тому, что не открыли. Мы очень быстро переформатируемся. А если будут открыты, мы очень быстро развернём наши ряды и достойно встретим всех наших гостей. И все поставленные перед нами цели реализуем. Ну, дорогой Закирич, я желаю вам удачи на этом нелёгком, но очень увлекательном поприще. И верю, что у вас всё будет получаться. Тем более у вас команда такая молодая и заряженная на победы и на успех. Спасибо ещё раз за интервью. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова